Добрый вечер, друзья! У нас часто бывает с Светланой так, что я еду на работу, с работы, отвечаю на какие-то вопросы, а она меня контролирует, так смотрит, что я рассказываю, так задним числом. И иногда она говорит, послушай, там такая тема интересная, мне тоже хотелось бы высказаться. И вот такой темой оказался разговор молодого человека, которому 29 лет, и он как бы из принципиальных соображений не хотел бы иметь детей. А вот родители ему говорят, а путешествовать и работать, а родители ему говорят, давай детей. Вот, Света, что у тебя там за мысли? Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что я ничего не контролирую. Я иногда, когда, допустим, посмотрю эти видео, но я, в общем, большинстве случаев, я как-то не очень там их смотрю. Ну, это шутка юмора. Да, это искрометного. Искрометного, так. А во-вторых, я что хотела сказать, вот что. Дело в том, что девушки отличаются от молодых людей тем, что у них есть так называемые биологические часы. Ну, да. И вот наступает какой-то момент, когда эти часы и тикают, тикают, тикают и натикивают, что девочкам очень хочется иметь маленького ребеночка. Ляречку. Маленькую ляречку. А у молодых людей, у мужчин таких часов нет. И бывают ситуации, когда у них в воле случая появляется ребенок, и после этого, конечно, у них вся жизнь меняется, и они очень любят этого ребенка, и понимают, что у них появился какой-то другой смысл жизни и так далее, и так далее. То есть это происходит не потому, что они сознательно хотели и спланировали, но вышло вот так. Ну, вот вышло, нет. Ну, допустим, семья, должен же быть ребенок, они еще плохо понимают, что это такое, они, может быть, где-то опасаются брать на себя ответственность за этого ребенка, да, если это семья. В основном, первый ребенок рождается, ой, как страшно, что я буду с ним делать. Тут и мамочке страшно, и бабочке страшно, всем страшно вообще такое маленькое рождается, да. И дальше там на следующие 20-25 лет это уже вот ответственность такая. Поэтому молодые люди, они боятся этого часто. Ответственности боятся. Конечно. Да. Вот, но дальше есть, например, люди, которые говорят, я не хочу иметь детей сознательно. Мне плевать, я хотела на всех, чтобы все, что мне говорят, да, вот не хочу и все. Да, бывают такие люди. Мне хочется на эту ситуацию взглянуть немножко как-то пошире, чем просто жизнь там человека и его желание там иметь или не иметь детей. Дело в том, что мы по жизни, да, человек проходит какие-то этапы в жизни. И сначала он маленький, его учат, да, потом он растет, он начинает работать, да, у него может появиться какая-то совершенно фанатичная преданность своей работе, да. И он может настолько сгорать на работе, что у него просто нет физических сил и душевных сил на то, чтобы что-то отдавать еще и ребенку тоже. Такое бывает. А знаешь, бывает вот балерина, и вот она либо карьера, либо ребенок. Ну, уже с женщинами немножко по-другому, чем с мужчинами, да. Вот, я в данном случае говорю именно о мужчинах. Но дело все в том, что вот молодой человек, он специфически сказал, не хочу семью там, не хочу детей, а хочу путешествовать. И профессионально развиваться. Получать удовольствие от жизни, да. И вот это удовольствие от жизни, оно меня немножко напрягло. Дело в том, что, как ни странно, мы получаем самое большое удовольствие не тогда, когда мы его получаем, а тогда, когда мы что-то отдаем. И в частности, одно из направлений отдачи, это есть воспитание ребенка, либо это есть какая-то реализация в карьере. Ну, когда человек действительно не замечает часов, дней, ночей, вот он весь в этой работе. Ну, такой экстремальный вариант. Да, но просто, если человек хочет, как бы, вот так вот, ну да, понемножку работать, чтобы себя содержать, путешествовать, он сегодня не понимает даже, насколько со временем это станет скучно и рутинно. Потому что получение всегда, оно не приносит такого удовлетворения, как отдавание. Вот отдавание, как ни странно, оно приносит больше удовлетворения. А крутильщик прибылкает, ну да, ну еще одна страна, ну еще одна, да. Еще одна страна, где я не нужен. Да. То есть, ты говоришь об энергетическом балансе. Нет, я говорю, ну это не энергетический баланс, это вообще такой закон жизни, да. Да. Но человек, как ни странно, получает именно высочайшее наслаждение, когда он кому-то что-то отдает. Ну, ведь не каждый же человек все. Ты знаешь что, просто не все люди прошли через этот кайф, да, и не поняли, что это такое. То есть, я думаю, что в принципе каждый. Но я знаю много людей, да, которые, потому что полиция. Полиция поля, а мы ничего не нарушаем. Да, да, ты сам знаю много людей, которые, например, которые только берут, берут, берут. Да. И их жизнь, вот это то, как вот растет сегодняшнее молодое поколение, да, когда смотрят, у кого какой мобильный телефон, у кого какая машина, какая квартира, какой дом, да. Они привыкли брать, 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 и им так это все скучно стало, господи. Это ты имеешь в виду присыщенность. Присыщенность, да. А вот если ты начинаешь отдавать, то тут нет присыщенности. Чем больше ты отдаешь, тем больше у тебя кайфа, понимаешь. Отдаешь ли ты в детский дом, отдаешь ли ты там бедным, больным, усталым и так далее. Вот от этого ты ловишь кайф, понимаешь, именно от отдачи. Поэтому молодой человек, наверное, он еще слишком молодой, может быть, он как бы, там, 29 лет не так мало, но он, может быть, мозгами еще не созрел. И ему просто нужно немножко действительно попутешествовать. Наверное, ему в детстве не то-то или чего-то, чего ему очень хотелось. Может быть, материально не было возможности, может, что-то. И он хочет вот попутешествовать. Ну, он попутешествует, я думаю, что у него потом все как-то станет на свои места, да. Есть достаточно большая вероятность, что он пересмотрит. Конечно. Не говоря о том, что он может встретить девушку, ради которой он готов будет. Нет, самое смешное, что если он встретит девушку, которой он захочет что-то отдавать, и вот тут пойдет совершенно другая жизнь. То есть отдавать не может ребенку, девушке, да. То есть это все нормальное направление отдачи, нормальный фокус отдачи энергии. Вот. И он поймет, что вкус жизни совершенно не в том, чтобы там путешествовать, есть другие сферы приложения. Вообще отдавать, это не только потребность, но это еще и дар Божий, потому что некоторым людям дано больше, чем другим, именно в плане отдавать. Знаешь? То есть не все люди одинаково отдают. Нет, конечно, каждый отдает, точно так же, как любить. Один может любить больше, один меньше. А любить это тоже отдавать? Конечно, да. Ну и принимать тоже, надо еще уметь принимать. Это довольно-таки сложные уже категории пошли, да, потому что нужно с одной стороны уметь отдавать, а с другой стороны уметь принимать, когда тебе кто-то дает. А давай, может быть, я тебе такой вопрос задам. Вот родители, которые мы сегодня говорят, там, мы хотим внуков, может быть, что-то родители не то сделали? Может быть, это какие-то родовые, там, наследственные какие-то вещи, которые происходят? Ну, вот, может быть, в этом есть как бы проблема самих родителей? Вот они сейчас столкнулись с этим, но, может быть, в основе лежит не то, что вот парень такой, а он такой, потому что что-то с их стороны идет. Знаешь, как мы сейчас не можем на свистете сказать, оно может и идет, может и не идет, кто это может вот так вот барахта сказать? Ну, есть шанс. Но дело в том, что родителям его хочется отдавать, они почему хотят внукам? У них есть нерастраченная энергия, которую они хотят отдать кому-то и получить на старости лет удовлетворение свое. Вот же в чем дело-то, да? А молодой человек еще до этого социально не дозрел до того, чтобы отдавать, вот и все. Ты знаешь, о чем вспоминаю? Я вспоминаю вот это поколение наших родителей, слышишь? Да. И там, поскольку молодых парней повышевало войной, там же их вымерло, то есть, ну, просто почти поголовно, не сто процентов, но очень близко к этому. И девочки определенного возраста, вот, демографические, да, они просто не могли бы идти замужем, не за кого было бы ходить замужем. И они хотели хотя бы ребенка. Они хотели хотя бы ребенка. Но дело в том, что в то время, вот 50-е, 60-е, это осуждалось ужасно. Иметь ребенка, не будучи замужем, это было какое-то нравственное преступление перед обществом. Нет, ну, одно дело в подоле, а другое дело, понятно, что вот просто нет мужика. Понимаешь, это в подоле, это значит, у нее было с кем, но просто у нее, ну, так она не серьезно. Да, ну почему не серьезно, были отношения какие-то, мужчина был, жена, ну, да, по-всякому, да, но вот я просто помню, это у нас на глазах было, это целое поколение людей, которые хотели ребенка, и это как бы было каким-то общественным вызовом, вот так вот завести ребенка, или там, что, это было, ты помнишь, да, это очень? Ну, да, это осуждалось вообще в обществе, и девушка, привычная девушка должна была быть замужем. Да, и даже осуждалось, знаешь, вот так, ну, так, как-то вот, допустим, он женился на женщине с ребенком, да? Это другое. Это тоже осуждалось, смотри-ка, полно девчонок свободных. Это из другой оперы. Дело в том, что, наверное, сегодня, вот, в живущем в России, это не совсем понятно, эти категории, да? Да. Но в то время денег хватало, только на пропор, больше лишних денег, мне, если у кого-то оставались деньги, я помню, что мы работали, два инженера с высшим образованием, с кандидатскими степенями. Нищие были. И денег хватало, зарплаты за зарплату. Последний рубль в день зарплаты тратился на обед. Да. Поэтому лишний род в семье, это была проблема. Вот здесь, в Америке, на самом деле, это очень интересный феномен, но здесь мужчины любят женщин с детьми. Да. Потому что они сразу получают объект, с которым можно поговорить, выиграть, сходить куда-то, можно ему что-то дать, и тут этот маленький человечек... Это много радости в семье, да? Да. И нету бессонных ночей, и нету меньше проблем, да? Я думаю, что бессонные ночи их не смутили бы. Нет, ты понимаешь, как? Бессонные ночи очень тяжело. Ну, неважно, здесь любят детей. Здесь любят детей, да. Потому что лишний род, это не проблема. Нет. А в то время, когда мы жили, проблема лишнего куска хлеба, да, лишней, там, чашки супа, это была проблема. Не было этих денег. Поэтому осуждался чужой род. Зачем, зачем тебя... Воспитывать чужого, как бы, в ущерб своему, как бы, получается? В ущерб, ну, бедно очень. Ну, что же... Да, и что, я своего не могу иметь, зачем мне чужой, понимаешь? Ну, это тоже было. Да, и это, на самом деле, главенство над тем, что есть сострадательность, есть любовь к детям и так далее, и так далее. Есть любовь к женщине, Света. Любовь к женщине, да. Это все было очень сложно, именно в силу материальных обстоятельств, которые, как ни крути, вот они... Так что, я возвращаюсь к теме, что вот человек детей не хочет. Какое... Вы даже не представляете, сколько сейчас есть людей, которые хотят ребенка и не могут. Это их в сотни раз, я думаю, больше, чем тех, которые, может быть, могли бы, да не хотят. Вот. И это уже прям трагедией становится, и... Это вообще отдельная большая тема. Это было пока что не готово, это... Вот это все перемеется. Дело в том, что инфантильность, да, она бывает в разном возрасте. То есть ты считаешь, что это инфантильность? Вот, конечно. Ну, он просто мало попробовал чего. Ему, скорее всего, у него было такое не очень богатое детство, когда ему... Тут запрещали, там запрещали, человек рос желанием. Ну, блин, ну вот я, наконец-то, начну зарабатывать и буду путешествовать. Ну, он немножко бы путешествует, но год-два, я не знаю. И всю жизнь невозможно путешествовать. Ну, да, я тоже в молодости ходил-ходил с рюкзаком. Потом встретил Свету. И все, похоже, закончились. Почти, да, через некоторое время перестал ходить с рюкзаком. А стал ездить в купе. Ну, хорошо, друзья, значит, мы... Ты закончился? Хотел искать человеку, вот, Света внесла свой вклад в развитие. И все дискуссии о детках, о том, что человек не хочет иметь деток пока. Счастливо!